Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала! С вами Виктор Максименков, и в сегодняшнем видео мы с вами найдем легендарные шапки-невидимки и найдем еще орбиты 24 планет нашей Солнечной системы. Дело в том, что, как вы знаете, многие звездочеты изображались с подобными шапочками конусообразными и поиск этих ответов на вопросы по поводу, почему же это так было, привел к тому, что я нашел подобные легендарные календарные шапки. Я чуть ниже объясню, почему они шапки-невидимки именно. И вот предлагаю вам, что наука нашла, оказывается, множественные подобные изделия. Это золотой конус, которому тоже примерно 3000 лет, высота которого 90 сантиметров. Это одно из подобных изделий. Золотая шапка. Они ее определили как календарь. И поэтому мы с вами этот календарь расшифруем, потому что в предыдущих видео мы уже расшифровывали подобные календарные системы, только они были карманного измерения. Это же гигантские шапки, сделанные из золота, которые представляют собой невидимки. Те шапки-невидимки, которые вы знали про них в легендах. Плюс мы найдем орбиты уже не 20 планет Солнечной системы, а 24. Повторяю, подобных изделий найдено огромное множество. Все они датируются изготовлением примерно 3000 лет. Все они найдены в Европе. Но мы с вами разберем одну из самых больших и самых богатых из этих шапок. Вот она. Это золотая шляпа, найденная или в Швабе, или в Швейцарии. Ее приобрел Берлинский музей. И здесь даже людям, которые не знают многих вопросов, очевидно, что здесь указан календарь множества объектов. Это уже не те плоскостные объекты, что мы с вами изучали на Мезинском браслете, или Малтынских пластинах, или даже на Ачинском жезле. Здесь очевидно, что речь идет про множественные объекты, то есть про орбиты множества планет нашей Солнечной системы. Но наука изучила, всех их усилий хватило на то, чтобы определить лунные и солнечные месяцы. Ну, а давайте мы взглянем уже с точки зрения моих открытий. А сколько же здесь планет, объектов? И кроме Луны и Солнца, что же здесь еще зашифровано на таком огромном объеме? Просто почему же я ее назвал шапкой-невидимкой в итоге? Мы сейчас все рассмотрим более подробно, но дело в том, что вверху показаны объекты, которые мы видим, а ниже идут объекты, которые мы не видим, которые встроены в общую целостную систему, имеют расчетные характеристики, поэтому верх этой шапки видимый, а все, что снизу, невидимо. Поэтому я ее и вспомнил про легендарные шапки-невидимки, потому что если календарные системы, рассматриваемые ранее, они доступны были для простого человека, то очевидно, что это жреческое только устройство, то есть устройство звездочетов, жрецов, причем больших кланов каких-то, потому что создать такое из золота, все просчитать, это дело непростое, современная наука этого не понимает, ну а мы с вами легко расшифруем, используя древние легенды. Ну начнем, есть ли здесь легендарная Леля? Оказывается есть. Вот то, что наука не поняла. Третья зона это шапки, 42 цикла. Это легендарный цикл Лели, 7 на 6, 42. Кстати, мы такое видели же на Мезинском браслете. Да, Лели нет, она давно погибла, но цикл этот вынужденно здесь находится, потому что если его убрать, то тогда вся система потеряет гармонию и равновесие. Поэтому сейчас мы продолжим рассматривать. Есть ли здесь легендарная Фата, которой цикл был примерно 13 дней? Оказывается есть, причем она очень хитро сгруппирована. Зоны 5 и 6, есть циклы 38 и 90 дней, но есть еще так называемый Высокосный год или Священное лето. Это вот верхушка этой календарной системы, которая олицетворяет и Солнце, и Высокосный год по определенным для каждого из этих объектов, если он нужен. Так вот, если к зоне 5 прибавить эту единицу, получается ровно 39, что четко, 3 цикла Фаты. А к зоне 6, если 90 прибавить 1, получится 91, разделим на 13, ровно получается 7 цикла Фаты. 3 плюс 7, ровно 10 циклов Фаты. Но, как вы помните, те же Майя любили измерять стандартно 20 циклами Фаты. То есть, фактически, это выход на Луну Фату в различных ее интерпретациях, точных циклах, и она здесь присутствует. Вот я вам просто показываю, вот мы находили Фату на Мезинском браслете, те же самые цифры, то есть мы видим ту же самую группировку, вот эти 42, которые есть же на этой шапке-невидимке, и вот этот 90, который опять же есть на этой шапке-невидимке, вот эти 56, а на шапке-невидимке там будет просто 57. Ну, сейчас мы все увидим. Есть ли здесь Меркурий? Меркурий здесь есть. Потому что, если первая зона – это Солнце, значит, вторая зона – это Меркурий. У него какой цикл? 88 дней. А на верхней зоне 44 дня циклы изображены. То есть, по факту, это Меркурий, причем современный, поэтому с наукой можно согласиться. Эта шапка-невидимка сделана не более 12 тысяч лет назад, вот они ей дают 3000 лет, ну, почему бы нет, потому что циклы современные, в принципе, цикл современного Меркурия. Хотя, возможно, и 42-44 вот так группировать, и будет цикл старого Меркурия, но мы сейчас увидим, что здесь есть Венера. Вот она, Венера, это четвертая зона, 75, а 75 повторено на три раза, это 225. То есть, это современный цикл, поэтому я решил, что эта шапка все-таки это компиляция современных видимых частей, почему вот верхняя часть видимая, нижняя, невидимая, и компиляция старых данных. Мы сейчас увидим, почему. То есть, мы уже здесь нашли и Фату, и Лелю легендарную, есть и Меркурий, есть и Венера. То есть, это модель Солнечной системы. Причем с огромным количеством орбит, как минимум 21, но мы сейчас увидим, что их на самом деле больше. Продолжим. Марс здесь есть. Да, есть Марс с современными данными. Вот она, цифра 38. Хотя Марс, зона 5. Хотя Марс можно вывести, как мы и в прошлом, из 44, из 42, из 45. Это тоже, в принципе, циклы Марса. Но мы рассматриваем зону, которая идет сразу после Венеры. И вот 38 на современное количество дней, на современное количество оборотов поделили, умножили на 4. И мы видим, что фактически это полное совпадение. Если еще раз на 4, будет вообще полное совпадение. То есть, Марс, это зона 5. Марс присутствует. Как насчет Деи? Ведь она же уничтожена. Это пятая планета. То есть, там только астероиды. Я считаю, что Деи здесь тоже есть. Они сделали хитро. Они Дею объединили именно с циклом в 42. То есть, это и по Луне в днях получается, и по Деи в годах. Причем, эти объекты уже отсутствуют. И они просто анахронизм этот древний оставили, потому что иначе же вся система разрушится. Вы сейчас поймете, почему. Потому что 42 разделить на те же 5. 25, это четко 8 циклов. То есть, ну, таких совпадений не бывает. Особенно для объектов, которых давным-давно нет. А традиция их продолжается, иначе вся система разрушится. То есть, теперь уже многократно мы их изучили, понимаем, зачем они там нужны. Если здесь Юпитер. Конечно, есть. Так же, как и на Мизинском браслете, мы нашли его в зоне 6, которая идет сразу после Марса. Вот, пожалуйста, разделили. Четкое совпадение по Юпитеру. Зона 6. Такая же, как и на Мизинском браслете. Ну, там 91. Ну, повторяю, есть еще вот эта зона высокосного года. Вот ее добавить в случае необходимости. Все совпадет вообще 100%. Посмотрим дальше. Сатурн здесь есть. Ну, по идее, он как раз выпадает из суммы зон 6 и 7. Опять мы видим сумму 147. Кстати, которую мы видели, опять же, на Мизинском браслете. И опять ее разделили на современный цикл. Мы видим практически 100% совпадение. Для высокосного года используем верхушку этого конуса. Да и все. Опять будут опять такие же цифры, такие же вычисления, такое же совпадение. То есть, опять это все не случайно. Это все опять целостная система. Есть ли здесь Херон или Земля Индры? Она нужна для гармонизации системы, поэтому можно ее не считать за планетой, но она должна быть. Вот она есть. Опять же, смотрим. 57 плюс 1 это 58 лет. Но дело в том, что так как объект маленький, они могли его уже не наблюдать, а просто взять расчеты прошлого. Вот я здесь посчитал 13 тысяч лет назад, сколько был цикл этого Херона. 58-11. И они фактически здесь его и повторяют. То есть, вполне возможно, что здесь как раз компиляция данных идет современных, видимых, тех, что уничтожено, и тех, что они уже, скорее всего, не видели, но имели данные, поэтому они их принимали примерно за то же самое, для того, чтобы и система вошла в гармонию. Ну, продолжим. Если здесь Уран, 105, ну, это фактически то же самое, что мы видели на Мезинском браслете. То есть, мы делим и получаем, умножаем на 4 раза повторение, и вообще видно 100% фактически совпадение современных циклов. Потому что, ну, он еще видимый, поэтому можно предположить, что они взяли и видимые подсчитали. Это не проблема. Нептун, есть ли здесь Нептун? Пожалуйста. Нептун опять, это сумма объектов. Вот у него как раз, может, они его уже наблюдать и не могли, потому что получается, что сумма с 7-8 зоны получается 162 года, плюс верх шапки 163, а сейчас Нептун 164, 79. Но, до потопа 13 тысяч лет назад, он как раз был 162,5. То есть такое ощущение, что уже Нептун они не видели, поэтому оставили как бы вычисления прошлые. Поэтому и шапка невидимка. То есть есть какое-то сохранение данных прошлого, они их уже подтвердить не могут, и они оставляют то, что было. Потому что дальше пойдут вообще невидимые объекты, и то, что не видно, они будут оставлять. Как насчет Плутона, который составляет, как уже говорит, современная наука, единственное, единое целое с Хароном, и они существуют именно для гармонизации системы нашей Солнечной. Вот он, Плутон, современные циклы. Смотрим, как хитро сгруппировано это место. Обратите внимание, Харон и Плутон двойная система, зона 7 и зона 9, одинаковые показания. То есть нам уже подсказка идет, что это двойная, одинаковая система. Но мы берем сумму зоны с 6 по 9, потому что все эти орбиты выпадают из орбит как раз Сатурна, Нептуна и Юпитера. И вот мы вот эти зоны вместе сгруппировали. Если на Малтынском браслете мы получали 310 лет, то на золотой этой шапке невидимки сумма вот этих зон дает 309 лет, ну плюс еще вверх. Фактически те же 310. То есть в принципе они его уже не видели, но использовали, как говорится, вычисления примерно похожие, одинаковые. То есть это он, да, это есть. Это сумма Плутона, которая вытекает из орбит других планет. Они так сделали, в принципе расхождения практически нет. Так что можно сказать, что да, это может существовать. Но известные планеты закончились, как насчет Земли Велеса. оказывается, она здесь есть, причем четко, это сумма зон с первой по седьмую. Получается четко 347 лет. То есть они его уже не видели и оставили данные, я считаю, просто старые. Вот и все. Выведя эту всю систему, чтобы она функционировала. Земля Велеса 346,78, а сумма зон с первой по седьмую 347 лет. Вот вам и Земля Велеса. Продолжим. Как насчет Земли Семаргла? Она здесь присутствует. Опять же, мы берем сумму зон со второй по 11 взяли. Что мы видим? Да, 603. 603 делаем на 485,5 цикл Семаргла. И мы видим практически стопроцентное совпадение при умножении 4 раза. Вот оно и выходит практически на 100%. Плюс еще не забываем, у нас высокостный год для Семаргла верхняя голова шапки есть. Так что оно выходит вообще стопроцентное попадание. То есть система гармоничная. Ну продолжим. Земля Водина 679,7 лет. Есть она? Есть. Причем она здесь находится разными путями. Сумма зон с четвертой по 12 получается как раз 679 вместе с верхушкой шапки. И сумма зон с первой по 12 разделенные на цикл Одина по 765 делим на цикл Одина вот он 679,7 и получаем такое число, которое при повторении 4 раза выходит вообще в 4,5 цикла. То есть не просто так числовое а стопроцентное числовое совпадение причем двумя разными способами. Так что земля Одина здесь присутствует. Есть ли земля Лады? 803,6 лет. Оказывается тоже двумя способами ее можно вычислить. Из этой системы она выпадает. Это сумма от 2 по 11 зону или сумма от 1 по 13 зону как раз разделенная на цикл Лады. И фактически повторение по 4 раза вот выходит в 100% попадание. Причем я же повторяю верхушка конуса может быть использована как высокосный год для Лады для того, чтобы вся эта система выходила в полное совпадение. Так что два способа показывают и дают фактически идентичные данные. Хоть сумму со второй по 11 вот она получится 663 и делите на цикл 0.75 получится. Хоть сумма с первой по 13 будет примерно то же самое. То есть если на прошлых изделиях которые были плоскостные человек было не очевидно их группировка и расчеты хоть я их и показал в принципе то имея такое количество орбит человек уже видно и очевидно что речь идет про огромное количество объектов. И эти объекты огромные и циклы их совпадают с легендарными мы продолжим потому что их там еще много земля уздреца 1147,38 лет пожалуйста опять сумма с первой по 14 получается 933 делим на цикл уздреца повторяем его дважды по 4 раза четко 13 13 цикла я вам специально этот хвостик оставил там 105 десятитысячных расхождения что может быть легко устранено если мы священное высокосное лето в верхушку цикла применим раз когда нам будет нужно и то это будет происходить раз 10-20 тысяч лет большой респект и уважение тем кто создавал эту систему гармоничную которая отображает эти объекты земля коляды 1502-62 смотрим есть ли она есть пожалуйста зоны со второй по 17 опять делим на цикл коляды получается 0.75 на 4 ровно 3 цикла и то если будут какие-то расхождения вообще там незначительные сверхушка для устранения этих расхождений священное высокосное в современном понимании лето только не по солнцу а по коляде например по земле коляда земля рода госта 1952 целых один сотый есть пожалуйста зоны со второй по 15 делим 1023 лето получается делим на цикл рода госта берем сразу 4 раза получается 2,09 62 десятитысячных расхождение которое может быть устранено вот он священным высокосным годом по рода госту верхушкой этого цикла конуса то есть совпадает ли это совершенно не случайные расчеты четкая группировка понимания того что как работает солнечная система намного более глубокая чем наша сегодня земля тора 2537 целых 75 сотых лета смотрим берем опять же группируем данные со второй по 18 сумма дает 1253 делим на цикл тора берем этот цикл повторения 4 раза и мы видим 1,975 то есть стопроцентное попадание земля правы 3456 лет прав правосудие у славян поэтому все требуют права доказательства вот вам доказательства группировка зон с первой по получается 17 у нас получается кстати интересное совпадение причем совпадение я считаю совершенно не случайное потому что зоны с первой по 16 дают именно 1062 отметины точки как хотите их называйте но это не просто гармония но такое же количество точек было на Ачинском жезле я просто взял расчеты с Ачинского жезла и сюда и вставил вот и все то есть мы получаем то же самое что было выполнено на Ачинском жезле я подчеркиваю 27 тысяч лет назад а этой шапке ученые дают 3000 лет ну вот 23 минус 3 то есть 24 тысячи лет подчеркиваю тысячи лет просуществовала астрономическая традиция мы находим подтверждение и группировку подобным же образом то есть жреческая традиция пронеслась сквозь такое время а значит и люди никуда не делись и люди ведь несли и мы видим это не просто случайное совпадение это закономерно закономерность которую разделяют тысячи лет тысячи километров а мы видим то же самое ну если конечно используем легенды и то что нам не наука сказала а то что и так простой народ знает земляк роды 3888 лет если она здесь то тут еще зона огромное количество конечно она есть зоны со второй по 19 получаем 1391 год делим на 3888 и берем это 4 раза фактически стопроцентное совпадение при необходимости устраняется еще расхождение високосными годами вверх пошли дальше потому что здесь земель то больше больше земля полкана полкана это пол коня то есть кентавр по современному вот он земля полкана оказывается вся эта система синхронизирована по этой земле земля полкана 4752 года у нее цикл ну а группировка точек со второй по 21 дает 1788 умножаем на 4 повторения и вот получать 7152 делим на цикл полкана и что мы видим полтора цикла даже без каких-то там хвостиков перехвост ничего полное совпадение то есть вся система вся система синхронизирована по земле полкана науки неизвестной у которой цикл оборота 4752 года и мы видим полнейшее совпадение ну мало того здесь же есть еще и земля змея 5904 года дело в том что если убрать верхний цикл а сгруппировать со второй по 20 то мы получим 1553 лета разделим на цикл земли змея 5904 повторим 4 раза и мы увидим 1,052 там и две десятитысячных то есть это просто полное совпадение опять же есть ли здесь земля змея да есть она просто сгруппирована хитро так же кроме змея здесь еще есть земля ругия 6912 лет как король цикл что я сделал я убрал зону предполагаемого цикла именно меркурия который мы вычислили почему меркурий потому что меркурий находится между землей и солнцем то есть если его убрать по идее должна получиться планета которая еще дальше находится и так и оказалось зона с 3 по 21 дает 1744 года казалось бы цикл меньше ничего подобного разделим его на цикл ируги повторим 4 раза и мы имеем что четко единицу просто единицу идеальную единицу 93 десятитысячных я вам специально оставил специально оставил чтобы вы увидели как говорится величины расхождения фактически никаких и то он у вас священное лето высокосное применяйте если у вас там есть расхождение которое вы знаете когда наступит раз 25 тысяч лет один год высокосный то есть вот сгруппируйте вы так сегодня то что люди сгруппировали 3000 лет назад изобразили это в виде шапки невидимки потому что повторяю почему невидимка потому что если верх объекта мы хоть как-то видел то все что внизу даже современная наука не видит а простой человек тем более вот верх видим низ невидим вот вам шапка невидимка так что золотая шапка невидимка это опять же модель солнечной системы которая содержит информацию о движении солнца плюс трех лун земли плюс как минимум 20 планет солнечной системы а тут уже 24 мы нашли эти орбиты и сделана по принципам Ачинского Жезла Мезинского браслета Мальтинской пластины и содержит те же самые группы символов и ту же самую информацию и здесь уже очевидно что она именно содержит информацию о вибрациях о движениях огромного количества небесных объектов огромного количества небесных объектов то есть и строение солнечной системы которое мы рассмотрим в ближайших видео осталось найти только три планеты и мы уже видим не 20 даже а уже 24 представленном объекте мы рассмотрели и нашли так что фактически мы имеем подтверждение легенд которым тысячи тысячи лет и будем продолжать их открывать изучать потому что я же говорю мы уже 24 орбиты нашли осталось только три земли у нас осталось рассмотреть строение солнечной системы более подробно и двигаться дальше потому что универсальные законы решения проблем так называемых древних календарей работают как вы видите и здесь хоть вроде бы тысячи лет тысячи километров вроде бы люди другие а на самом деле традиция та же что говорит о том что люди не другие а те же самые просто поэтому всех благодарю за внимание также у меня новая традиция хочу чтобы вы знали про наших единомышленников благодаря которым делается даже новое открытие поэтому всех призываю подписаться на канал протоистория благодаря которому и я сделал множество открытий за их деятельности поддержать их подписаться и на группы все они вот они видите есть перейдите по ютуб ссылке ссылка в описании и подпишитесь потому что поддерживать информационно это тоже очень важно информация должна распространяться также предлагаю подписаться и на мой канал для тех у кого нет такого колокольчика его нужно нажать иначе вам не будет приходить уведомление о новых видео нажать подписаться вверху здесь указаны мой сайт указаны мои социальные сети всех систем и фейсбук и вконтакте указан мой резервный канал ютуба на всякий случай потому что вот они твиттер заблокировали как вы знаете канал блокировали так что подписывайтесь нажимайте на колокольчик и будете получать уведомления о новых видео ссылки на использованные материалы в описании их очень мало это в основном ссылки на мои работы и вот информация об этих шапках прочитайте эти ссылки находятся под видео вот вам показываю вот она ссылка под видео здесь еще может быть написано еще нажали она раскрылась и переходите напрямую так что можете меня не спрашивать где эти ссылки плюс те кто хочет помочь в создании новых видео вот под каждым видео есть закрепленный комментарий можете прочитать и поддержать так как вам удобно или вы можете это возможно и информационно ну и материально заказать какие товары для здоровья узнать свои звездные характеристики по дате рождения и многое другое потому что информация которая сейчас есть у нас она намного превышает информацию современной науки просто ее нужно подтвердить и показать вам что она существует не просто так а это традиция которая прошла сквозь тысячи лет так что благодарю за внимание с вами был Виктор Максименков до новых встреч